Здравствуйте, дамы и господа, можешь у меня даже ничего не спрашивать, я сама все объясню. В общем, Полина поняла, что сейчас в кино идет гадкий Я-4, а мы с семьей очень любим этот мультик и смотрим его с моего детства, вот, поэтому я поняла, что мне нужно его посмотреть именно в кинотеатре, как мы смотрели третью часть. Вот, Полина начала думать, Германия, тут много всего русского, знаете, магазины, может быть, тут есть русский кинотеатр, как бы. Вот, сначала я просто била русский кинотеатр в Германии, мне вбила в Дюссельдорфе, я поняла, что немножечко далеко, вряд ли меня из-за гадкого Я туда повезут. Я вбила город, который находится рядом с нами, это Белефельд, я вбила русский кинотеатр в Белефельде. Есть, имеется в этом городе русский кинотеатр, поэтому мы завтра на 5 часов идем смотреть гадкий Я в Белефельде, на русском, на русском, ну, на немецком мы бы не ферштейн немножечко там, не все. Вот, поэтому мы сейчас едем в магазин, мы хотим купить попкорн, очень вкусный, и чипсы, я хочу себе купить еще какие-то напитки. Полиночка все организовала. Да, ребята, ну скажите, можно тут в кинотеатр в Германии со своим приходить, со своим попкорном, со своими чипсами, со своей колой? Даже если нельзя, мы придем. Да, потому что в Украине, короче, нельзя проверять на входе сумку твою. У нас было, пропускали с колой, с нашими чипсами. Ну, с напитком пропускали, а попкорн такое нельзя, короче. Ну, попкорн точно нельзя. Да, потому что заставляют покупать. Ну, иногда, если не найдут сумки, они могут не увидеть там, то, ну, пропускают, как бы, а вообще, да, говорят, убирают. По чем билеты? Билеты по 3D, там разные цены, ближе ряды, дальше, ну, разные цены, вот. И билеты для взрослого на 3D 15 евро, да, самые дорогие? Да, самые дешевые. Самые дешевые 12 евро для взрослого 3D, а для ребенка 10 евро самые дешевые, а дорогие самые для ребенка, я не помню. Вот, ну, мы идем, мы 100% пойдем на 3D, потому что, ну, зачем идти в кино, если не на 3D, да? Папа, знаете, что сказал? Он говорит, знаете, почему я не хочу в 3D? Потому что снимать будет неудобно, будет не очень экран, ну, плохо будет видео. Придется через очки снимать. Ну, да, я так делала тоже в Украине еще когда было. А не в 3D, короче, билеты 11 евро стоят. Дешевле, да. Да, самый дорогой 11 евро, а не в 3D. А для ребенка 7, да, по-моему? Да, 8, где-то так, да. В общем, да, я тоже в Украине брала очки, снимала на несколько секунд и снимала экран. Учится у меня. Так что завтра ждите видос. Там, где я училась. Ой, там, где он учился, я преподавала. Завтра ждите видос. Да. С кинотеатра. Мы вам снимем Гадкия. Посмотрим. Ну, не весь. Действительно, в Германии можно посмотреть новый фильм, новый мультик на русском языке. А еще скоро выходит Дэдпул и Росомах, и я бы посмотрела, но я смотрю Марвел по списку, четко по списку. И мне еще нужно несколько фильмов посмотреть, чтобы посмотреть Росомаху и Дэдпула. Там есть разные цены на ряды, и мы не знаем, какой брать. Дальнее, это вроде бы кресло, ну, кресло, кресло можно усеяться. Вот, но это не точно, поэтому мы не знаем. Но примерно посередине будем брать, или в самом конце. Поэтому приедем завтра туда в кинотеатр, уже посмотрим, где там кресло, не кресло, где удобнее, где неудобнее, где диванчики, может, там есть кровать, короче. Кстати, знаете, что я вам еще хотел сказать, что в Украине такого я не видел. Места для инвалидов, короче, в Германии в кинотеатре есть. В Украине нет такого мест для инвалидов. Именно как вот на паркинге, значок инвалидов. Так что как-то так, но никак иначе. Продолжение следует...